Далее к теме, которая не на шутку взбудоражила россиян перед началом режима нерабочих дней. Несколько популярных телеграм-каналов, а вслед за ними и СМИ сегодня сообщили, что санитарные ограничения коснутся в том числе продажи алкоголя. Сперва писали только про Москву, мол популярные сетевые магазины, где можно приобрести спиртное, получили от префектур и районных управ указание закрыться на период с 28 октября по 7 ноября. Потом повестка расширилась и речь помимо столицы зашла о других регионах. Все это сопровождается ссылками на врачей, дескать, медики переживают, что у многих возникнет непреодолимый соблазн скрасить длинные выходные, вместо того, чтобы сделать прививку от коронавируса, которая, напомню, с выпивкой несовместима. И отсюда, как утверждается, принципиальное решение о сухом законе. Причем, если верить этим же источникам, в столичных торговых точках в течение дня наблюдался неслыханный ажиотаж, якобы скупали едва ли не все имеющиеся запасы напитков. А как дела обстоят на самом деле, выяснит Егор Григорьев. Ирония судьбы. Винный консультант, кавист, как шутка и сам запрет воспринимался до сегодняшнего дня в интернете. А в народном творчестве про запой в кавикулы есть большая доля правды, считает, например, шоумен Стас Борецкий. Живет он в Петербурге, где, как известно, пить. Там ничего не закрыли, но музыкант все же подготовился. Если сейчас запретят алкоголь, то люди начнут просто делать вот так вот, как я. Понимаете, вот так вот, как я. Начнут рвать банки. Буду закупать практически коробками. Взрослые люди могут себе позволить все-таки немножко принять на грудь, даже в качестве дезинфекции. Миф про дезинфекцию различивают врачи. Говорят, пить в пик роста коронавирусной инфекции может быть смерти подобно. Продолжение следует...